А, вот он, Intel Core i5. Умный, прибавляет мощности, когда нужно. Хм, неплохо. Начать операцию захвата! Вперёд, вперёд! Эээ, вот этого делать не стоило. Почему? Вот такая прибавка мощности нам и нужна! Парни, это 5! Процессор Intel Core i5 с технологией Turbo Boost. Партнёр турнира – компания Western Digital. Партнёр турнира – компания Western Digital представляет накопитель для настольных компьютеров WD Cover Black. Максимальная скорость для сложных учислительных задач. Партнёр турнира – компания Western Digital представляет. Больше, быстрее и голоднее. Самый быстрый SATA – жёсткий диск на планете WD Velociraptor. Ну что ж, друзья. Кибералена ТВ снова в прямом эфире. Студия Тафа. Ваш покорный комментатор. И у нас совсем скоро начнётся повтор вчерашней игры. Я буду проматывать, проматывать, наверное, основные там всякие ненужные моменты, экораунды. Но всё-таки мне хотелось посмотреть, после какого матча приговорили вот этот состав команды Delta. Сегодня в интернете появилась куча новостей, что будет смена составов. Там троих игроков могут поменять игроки Delta. Сразу скажу, вот анонс сегодняшних матчей, друзья, что сегодня у нас будет только вечером два матча. Считайте Twitter, Tafu.ai, Киберарена ТВ новости. Поэтому там также будет всё крайне интересно. Вечером новости. Так, протестил свой звук. У нас чуть позже, буквально через 25 минут, я думаю, быстренько этот вот прокачу, будет начнутся два интервью с ещё интересными девушками. Но об этом, наверное, уже попозже. У нас начинается... Давайте я сделаю погромче, наверное, всё это дело. И посмотрим, что у нас вот-вот начнётся игра. Ну, бинды я себе ещё не поставил. Извините меня за это. Сейчас быстренько проматываем Delta Iron Will, вот разыгровочку. И сразу-сразу перемещаемся в пистолетный раунд. Очень хочется посмотреть. Я даже не знаю, счёт в этой игре, честно вам скажу. Поэтому мне будет двойнее интереснее играть. Точнее, играть. Смотреть за этим матчем. Я думаю, ну, те, кто не видел вчера игру, в принципе, вам также будет всё интересно. Ну, вот пока что команды тут очень долго, я смотрю, перестреливались, разминались. Iron Will в новом составе. Lex, Snoop, Finn, Fly и Sully. Команда Delta, BS, My Passion, Hammer, DH и DSTM. Я не знаю, кто это, что это за парень. Ну, и вот у нас, по-моему, начинается раунд на ножах. Тоже быстренько посмотрим, там, кто кого зачикает. Посмотрим на кружки. Там очень долго носились. Посмотрите, там какая-то супер-дуэль. Delta берёт ножи, переходит в атаку. И у нас начинается два рестарта в этой игре. Давайте проверим. Да, титр сейчас быстренько поменяю. Delta атакует, Iron Will защищаются. И смотрим, что же вчера произошло в пистолетном раунде. Delta пытается пройти по парочью. Iron Will здесь засада. Двойная подсадка. Пока, вот видите, ой-яй-яй. Ещё себе не прикрыл себя пока что Finn. Но, тем не менее, нижний вот Snoop очень хорошо сыграл. Два хэдшота под правой стенкой. То есть там хэдшот не залетает. Очень чётко играет Iron Will. Лексел панул вовремя. Ну и, в принципе, всё. Остался у нас один РДХ. И первый раунд очень просто. Вчера взяли парни из команды Iron Will. Это как раз был матч, после которого, перед которым была игра с Natus Vincere. Очень сложная, конечно. Ну и Iron Will в новом составе нужно ещё прииграться. Сегодня ещё будет одна игра в 10 часов вечера по Киеву, в 11 по Москве. Железная воля сразится с дольщанами TCM Gaming. Сегодня вообще два феноменальных матча будет на нашем стриме. И я думаю, они вам очень понравятся. Ну вот я посмотрел, что бая нет. Эко на Б. Сливаются, сливаются игроки Дельты. Ну вот давайте сейчас глянем, какой у них будет бай. Что они купят. И, может быть, промотаем ещё один эко. Потому что тут было всё более-менее быстро. Ну, такое видео. В принципе, я, наверное... Ну вот, 17 число это сегодня, друзья. Но матч был вчера, 16-го. Верну пока другой титр. Да, есть закупка. Поэтому мы смотрим сейчас этот раунд. Смотрим за командой Дельта. 2-0. Напоминаю, в пользу Iron Will. Iron Will защищается. Ну и сегодня, кстати, вот ещё раз напомню, что сегодня два нереально сумасшедших матча. Na'Vi будут брать реванш у поляков FX. Вспомним летний и прошлогодний Game Gun. Вспомним чемпионат Европы, который вот в Киеве на своей земле проиграли Na'Vi. Ну, я думаю, будет реванш. Ну и видите, что Финн на парочи творит чудеса. Минус 3. Команда Дельта остаётся вдвоём в этом раунде. РДХ пытается пройти по длине. Но и в этом контроле ЦВП Снуп. Вот это да. Ножки получи. Поднял чётко прицел. My Passion последний. И я уже чисто ускоряю, потому что дальше пойдёт Эко. Не был поставлен бомблэт. Ну, можем посмотреть. Да, здесь Эко раунд. 3-0 в пользу Iron Will. Эко на парочи. Все вылетают. Ну и там Алексей Колесников разбирается со Снупом. Бомбу поставили, конечно. Но тут диффуз. Всё очень быстро произошло. Одного всего лишь игрока потеряли парни из команды Iron Will. Ну и уже 4-0. Счёт в матче. Очень хорошее начало для Железной Воли. Я думаю, фанаты команды вчера осмотрели эту встречу на ХЛТВ обязательно. Потому что сейчас вообще каждый матч интересно наблюдать Iron Will. Интересно, как они будут прогрессировать с каждой игрой. Будем видеть новые раунды, новые фишки. Будут пробовать парни. Ну, я надеюсь, что эту команду мы увидим здесь на Асусе. Игры с Pre-N-Pray сегодня не будет. Там серьёзные проблемы у игрока команды Fazmat. Если два матча будут перенесены, мы всегда идём навстречу игрокам. Какие проблемы, говорить не буду. Но сегодня два матча Fazmatis будут перенесены. Ну, это не какое-то там желание Fazmatis пойти вечером потусоваться. Нет, это серьёзные причины. И серьёзно перенесены будут два матча. Ну что ж, мы видели первый минус. Тут небольшой размен от команды Дельта в парочи. Финн один принимает. Делает минус. Его пытаются продавить. И как-то не очень синхронно. Вот сейчас Салли даёт инфузи. Смотрите, РДХ. Финн по-прежнему стоит, отфлэшивает и не уходит. Он один. Дал флэш. Вышел агрессивно. Здесь Плэнт. Ну и дальше отдался. Конечно. Ну, в любом случае, видимо, хотел сделать минус. Здесь флэй не очень удачная позиция. Но, тем не менее, посмотрите. Он минусует. И вместе с Лексом просто идёт давить парня в зигзаге. Он пытается убежать. Но Салли не видит его через дым. И РДХ уходит. Но за ним погоня. Вышел первый. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут надо аккуратнее чуть-чуть играть. Лекс уходит в парочи. Бомба в парочи. 22 секунды. И. Ну, будем смотреть. Минус Салли в центре. Подождите. Вот раунд охота за РДХ заканчивается тем, что ситуация у нас 1 на 1 против Лекса. Ого. Вот это серьёзно. План подбирает. В парапете уходит Лекс. И просто стал на точный выстрел. Всё. Он слышит. Он слышал в зигзаге этого игрока. РДХ сейвит. Не обратил я внимания на время. И РДХ никуда не пошёл. Ну. Не пошёл, так не пошёл. Нам же лучше 5-0 в пользу Iron Will. И я ещё раз напомню, что после этой игры в Дельте. Это был последний их матч в Минтелл Челлендж. Глядут перемены. Провальный сезон. И менеджмент пошёл на... Пошёл реально на... На трансферы. Будут менять игроков. Я... По-моему, несколько игроков уйдут из команды универсальные солдаты. Другой польской. В Дельту. Но, честно, трудно сказать. Ну и у нас уже счёт в матче, друзья. Да. 5-0 по-прежнему. Дельта пытается пройти длину. Здесь заговорился я. Пропустил один минус. Лекс контролит Т-шка. Наверное, в Т-шке был этот минус. Ну, давайте глянем за АБСом. Финк контролит длину. Пытается воевать. Да. Вот поймали на поджиме игроков Iron Will. Лекс очень опасно. Сзади двое по парочу уже проходят. Наверное, дают три. Прошло пароч. Снуп с АВП с баннера смотрит. И вот здесь Салли в центре карты. Два ВП у Iron Will в защите. Сейчас 4 в 4. И вот один игрок на бетом. Салли подставляет свой тыл. Но, нет, он уходит. Он уходит. Посмотрите, очень качественно получается. Если ещё успеет перескочить. Лекс пароч рвается. Будет перестрелка. Будет бой. Здесь ключевый х. Смотрим, как выходят игроки атаки. И флэш отвернулся. Атака выходит. Но чётко на прицел. Вовремя. ДСТМ тут разобрался. Минус от РДХ с ВП. Убил он спину, по-моему. Не знаю, как он убил игрока Iron Will. Ну и, по-моему, у нас идёт, видимо, сейв. Да, я ускоряю сейчас быстренько время. Потому что у нас скоро, друзья, должно быть интервью. Загоняют обоих игроков. И, в принципе, здесь всё понятно. В этом раунде, в принципе, как и вся игра. Ничего сверхъестественного. Вот вчера помним Na'Vi и Iron Will. Что происходило в матче. Дисконнекты и сумасшедшие минуса от игрока под ником Edward в пистолетном раунде. Ну и вы видели, как сейчас Фин минусует жёстко. Я иногда включаю ВХ, чтобы вот многим игрокам, на самом деле, вот некоторые карты специально созданы с прозрачными стенами. Это не просто созданы эти карты. Вот начинающим игрокам я советую побегать на них, чтобы знать точно, куда прошивать, как простреливать. Вот карты с прозрачными текстурами очень полезны. Ну, я в данном случае пользуюсь ВХ на ХЛТВ. Это не запрещено. И поэтому тут мы тоже можем смотреть такие моменты, куда можно прошивать, как можно выходить и как нужно действовать. Ну, вот в этом раунде вы видели полный отстрел по одному от Iron Will. 6-1 в пользу российской команды. Ну, и уже тут полдела сделано на Дасте. На самом деле, 6 раундов в защите. Да, для современного КС надо больше, потому что может быть жёсткий ответ. Но, в принципе, пока всё беспроблемно. И, по-моему, эко-раунд у Дельты. Сейчас мы вот оценим, что у них тут в руках. Очень похоже на это. Да, глоки, гранаты, врыв в парыч, выход в центр. Ну, можно посмотреть, как тут Салли будет сейчас защищать своего ВП. Его сейчас загонят. Смотрите. Минус Салли. Подбирается Девайс. А может быть, это даже не ВП. Флай принимает Б, никого не упускает. Минус 2, минус 3. Финн убивает Флай. Так, между делом, чтобы враги боялись. И, наверное... Да, наверное, тут всё без проблем. Ой-ой-ой. Три флешки. Врыв. Ну, вот. На слепую как-то My Passion там успел, может быть, отвернуться. И уже всё спокойно выбивает. Очередной раунд и Ранвилл. Ну, такая довольно простая игра. Я, в принципе, вчера подозревал, что здесь будет разгром. Поэтому, вот, довольно спокойно отнёсся к этой игре. Ну, и не забывайте, друзья, кто сейчас смотрит этот матч вместе со мной. Друзья, это прямая трансляция, хотя матч вчерашний. Вечером в 9 и в 10 по Киеву. Соответственно, в 10 и в 11 по Москве. Ну, и в 8 и в 9 по центральноевропейскому времени у нас два суперфайта. Na'Vi, Frag Executors, Iron Will, TCM Gaming. Наши воюют с поляками и датчанами. Я думаю, всем будет интересно. Смотрим аркаду на парыч. Минус от флая. Выходит дальше. То, что подкат будет защищать. По-моему, это флай на подкате стоит. Минус от Лекса. Мы следим за Финном. Он хилпует на спуск, приходит к своей команде. Минус от атаки. Пытаются продавить. Здесь очень хорошие флешки от Iron Will. И просто Финн вылетает, убивает слепого. Салли хороший хэдшот с ВП. Лежит Плант. My Passion в парыче. И тут уже его контролит Лекс. Ключевый ха, мы сейчас увидим. Но он плохо у меня работает. Очень-очень быстренько среагировал Лекс. Привел прицел. И это уже 8-1. Ну, тут уже Дельта посыпалась в самом начале. Отлично, отлично играет Железная Воля. И смотрим на деньги команды Дельта. Я слышал, кто-то купил бронежилет. Но, да, это волевой бай. Галилы. Галилы, Галилы, Галилы. Так, вот я вижу твиттер команды Natus Vincere. NaviFX Tonight. Tonight, конечно же, Tonight, Mega Fight. И поджим Тэшки. Сейчас тут будет жесть. Минус от Флая. Нижняя Тэшка на Б. ВП с Али промахивается спину. Лекс минус. Один. Харо, ой, ой, какой хэдшот запустил. Просто засчитала. Вы знаете, последнему. Так говорят, игроки за воротами снимают Снупа. И двое в Тэшке. Лекс и Финн. Двое на Пленте. Будет ли прошивать тупик? Ну, наверное, нет. Вот мы видим. Тут нет никого в тупике. Один игрок на Пленте. Ой, уже. Нет, все-таки есть игрок в тупике. Второй ушел в окно. Смотрим за Финном. Тупик. И вот тупик он не принимает. И смотрим, окно сейчас должно обстрелять Лекса. Но Лекса не обстрелять. Он принимает окно. Но, правда, игрок Дельта его принимает. И это 8-2 в этом матче. Аронвилл довольно... Все равно неплохо играют. И еще 5 раундов нам смотреть в первой половине, друзья. И сразу после этого матча у нас будет пауза на стриме. Буквально в, не знаю, 2 минуты. Я запускаю скайп и начну первое интервью сегодняшнего вечера с очень хорошей девушкой из команды Favorite Gaming, Екатериной Ивановой. Ну, по-моему, Ник Кукиш, если я не ошибаюсь. Чуть-чуть мы опоздаем. Сразу извиняюсь перед Катей. Но вот проблемы у меня были с компьютером. Не мог я раньше начать матч Аронвилл. С Дельтой минус на Б в дым. Кто-то из Аронвилл. Это Салли ставит хедшот. Тут дальше без проблем. Пытаются выйти в центр. Снимают флая. Трое на мидле. Играют сейчас игроки Дельта. 14 хп. Он тут поджимает сейчас Финн и видит кого-то в тэшке. Минус хам. Там еще есть один-двое перед ним. Смотрите, что он делает. Просто разбивает. Ого! Какой момент от Финна. Минус 3. Отличное действие. Просто мега олдскульного игрока. Хорошего парня. И вообще красавчика. 13-3 статистика Финна. Обратите внимание. 9-2. Да, что-то я смотрю. Последнее время. Вот в этом году стало модно возвращение. Многих топовых игроков. Пенсионеры разошлись. Можем открыто это сказать. Да, и по-моему Эко у Дельты. Сейчас, да, прогоним этот раунд. Быстренько. Выход вот сейчас на... Ну, вообще просто мясорубка в парочи. И продолжается эта игра. Так, случайно нажму на F1. Сдал сервис свою G6. Сейчас на рейзере не очень привычно после этого. Но, в принципе, все нормально. Десятый раунд за Айронвилл. Три раунда. Последние в этом матче. И вот минус от Финна. Небольшой размен. Сняли Лексов, Парыч и Финн. В ходе дальше в виде троиха его ловят. Там был зазеленый на восьми. И еще один игрок в центре. Боря, посмотрите, выходит с Фамасом. И дает минус в центре. Снимает РДХ. Вот здесь, мне кажется, просто по стрельбе перестреливает сейчас Айронвилл своих соперников. Не знаю там, что с пингом, не с пингом. Но убийство идет. Смотрим, Парыч. Ой, как можно было сейчас в ряд положить здесь поляков. Но еще и в центре тут Флай пытается агрессивно играть. Салли у нас на длине. Мало ХП уходит. Да, уходит. Играет на ошибку соперников. Может быть, кто-то пойдет на длину. Может быть, кто-то вот сейчас выйдет и покажет свое лицо ближе к длине. Ну вот видит, видит сейчас Салли, но не попадает. Его контролят вся надежда на Флай. 23-33 ХП у Дельты. Можно брать. Можно брать раунд. Кто-то, по-моему, упал в респаун. Это был ДСТМ. Он выходит на Салли. Сейчас снизу прицел высоко у Салли вниз. Четко по линии тяжело опускать. Но ведь четко все. Четко у Салли хэдшот. И продолжает встреча. Минус от Флай. И диффузится бомба. Есть диффузы. 11-11 раунд в этом матче. 11-2. Ну и Айронвилл пока что вообще нормально. Разбираются. И вот теперь я точно могу сказать, что в первой половине было уже все решено. В первой половине этого матча. Смотрим на Бай Дельты. Что они сейчас будут закупать. Закупают. Закупают. Слышно. Идет покупка. Но, кстати, снова вливая закупка. Снова проблемы с деньгами. Я видел уже Галилл. И вот. Ну вот я не знаю, с чем связано вот такое решение команды. Давайте сейчас залетим. Посмотрим, будет ли это Аркада. Здесь флешка. Врыва нет. Занимает платформу игрок Айронвилл. И вот он выход. На платформе не поймали. Кто хелпующий? Ну вот пошли. Посмотрите. Пошли. Один пошел. Четверо стоят Тэшки. Тем не менее снимают Салли. А, это Флай. На платформе жив. Лекс АВП помогает. Сейчас Флай закидали флешками. Будут выкуривать. Он не выходит. Он стоит железно. Ему уже помогают с Акне. Минус БС-7. Минус РДХ. Получил хэдшот. 4 хп. Сейчас подкинут ХАЕ. Но вот он решил свою хоть выкинуть. И неплохо. Прям под нос врагам. Прям вот сюда. Еще одна. 38 закидали. Забомбили Дельту. И сейчас придет Фин. Задымит. И выпустит Флай с платформы. А бомба уже на Б. Да. Увидел чьи-то ноги. Дал дым. Далековато дым. За спину пошел. Минус от Финна. Даже Флай выходил. И еще минус от Флай. Отличная игра от этого парня. 18-6 его статистика. У Финна 17-4. 15-6. Боря. Лекс. 15-6. И Салли. 7-5. Но как бы Салли не выпадает из игры. Все нормально. Здесь просто вот куда идут. Там и получают поляки. 12-2. И последний бай. Не было планта. Была вливая закупка. Я могу сейчас вам сказать. Давайте глянем на респауне. Ну что-то купили. Что-то есть. У Дельты на последний раунд. Они уже просто вот летают по-моему по карте. Один Боря. Сейчас Парапетти его продавливают. Сейчас зигзаг. Тут Боря. Граната. Где Боря отошел. Финн ему помогает. Минус еще и Лекс. Сентри принимает. А Боря здесь с ИВП. И сейчас не уйдет. С деглом выходит. Ставит один хэдшот. Не побоялся отдать ИВП. Вот сейчас неаккуратно сыграл немножечко с Салли. Не ожидал игру с длины. Но там еще был Финн, который просто карает. Вы видите. Это какой-то мастер кунг-фу. 13-2. Разгромный счет в первой половине. И очень четкая и организованная игра от команды под названием Железная Воля. Вот поправил я титр. Ну и продолжаем смотреть. Давайте, наверное, поменяем. Сейчас запустим мы Айронвилл в атаку. Ну тут уже все. Тут сейчас должно быть насилие. Я даже, может быть, сейчас за 3 минуты успеем мы это все дело посмотреть. Если поляки здесь не слишком сильно огрызались, ну, может быть, быстренько и успеем. По расписанию мы и подойти к этому интервью. Так, смотрим за Айронвилл. Что они будут делать? Дельта поджали тэшку. Хам там уже. БС7 в тэшке. Есть инфа. Ну Айронвилл быстро выходит пары. Здесь один Майпэшн. Первый игрок уводит прицел. Он, видите, не увел и получили двое. Ого. Проблема у Айронвилл. Минус от Финна. В меньшинстве железная воля. Двое уже в нижней тэшке. Хэдшот от Лекса. Хэдшот хороший от Лекса. Есть инфа, что два тэшка. Значит, два максимум на пленте. Так и есть. Они два на пленте. Минус от Сали. Минус от РДХ. Вот нужно быстрее сейчас запушить. Но вот тут Лекс на перехвате. Ну а Сали на мясе. И Лекс один в три. В спину делает минус. Есть у него инфа, что двое где-то на пленте. Он успевает по таймингу занять зигзаг. Что он и делает, как вы видите. И здесь на робоне и на гусе. Да. Трудная ситуация у Лекса. Просто, не знаю, моральный вдохновитель команды Айронвилл. Вот видите, два Успа его принимают издалека. Но 86 хп. И как-то мансуется, мансуется Леша. И может быть что-то выжмет из этой ситуации. 40 хп. Раунд один в три. Одному я снял уже. Плант надо забрать. Единственная проблема, это бомба. Вот видите, слева лежит. Вот возле трупика чего-то. Это, наверное, либо Сали, либо кто-то еще. Вот там Сали тоже на этой позиции умирал. И что? Открывает, закрывает флешем гуся. Забирает бомбу. И нам, может быть, прыгнуть в респаун нужно. Минус один. И второй выходит. Лекс, какой красавчик. 20 секунд. На Б успеет. По-моему, нет. Но решил рискнуть. Решил попробовать перетянуться через ворота. РДХ тоже падает в респаун. И здесь будет встреча. Лекс отлично играет. И отличный раунд от капитана, я думаю, клан лидера, тим лидера Айронвилла Лекса. Вообще, без шансов. Я немного волновался, но он сыграл просто супер. 14-2. И теперь уже... Давайте глянем, что тут закупили. Дельта. Деглы. Это уже раунд 2 банки. Наверное, следующий мы можем просто промотать. Промотать. Ну что ж. My Passion в парыч. Два длина у Айронвилл. Трое в мидле играют. Агрессивно. Просто принимают сейчас. Да, стоят агрессивно. Но в чем связана эта агрессия? Потому что тут особо и никто не раздаст. Нету девайса, нету оружия. Бояться выхода Desert Eagle, но это в лес не ходить, знаете. Поэтому... Нет. Бояться деглов в мидл не ходить. Вот новая поговорка из Counter-Strike. Ну и вот, посмотрите. Выходит сейчас зигзаг. Ну вот, до зигзага-то и получает всех самых деглов. 2 на 2 ситуация. Еще хэдшот от Хама. А, ну вот, вот и все. Вот тут-то уже дожмут-то последнего, наверное, ДСТМ с Калашом, с бомбой в руках. Ну, ух ты, минус делает. И Лекс снова. Вот все на него. Все на плечи ветеранов. И просто вот весь медаль звеня бежит на пары сейчас Лекс. И, по-моему, очередная медалька такая у него сейчас появится. Ну, глянем. Тут один хэдшот, конечно, может решить исход этого раунда. Но, я думаю, тут без проблем. Лекс мансуется, ждет, ждет. И просто изничтожает ДСТМа. Как говорится, no problem. No problem для Лекса. Ну и это 15-2. Снова проблемы с деньгами. Только что покупали деглы, по-моему, с арморами поляки. Ну и в очередной раз они могут купить деглы с арморами. 4 игла. Я вижу. Просто вот экшен, друзья. Экшен. И вот вы видите минус. Раз, два, три. Просто сыграли на позициях. Айронвилл принимают издалека. Теперь идет группировочка. Снимают парыч. И втроем туда уходят на зигзаг. И убивают последнего. Ну и, в принципе, на этом моменте польская команда вышла. И помахала нам ручкой. И сказала пока. Пока, ребята. Увидимся в новом сезоне. Возможно, в новом составе. Нужно еще будет посмотреть на турнирную таблицу. Так, друзья. Я сейчас выключаю стрим. Ненадолго. 5 минут где-то мне понадобится. И мы с вами. Ну, я пообщаюсь. А вы посмотрите и послушайте. Капитана команды Favorite Gaming. Екатерину Иванову. Она же Кукиш. Вот. Буквально через 5 минут. Все. Я врываюсь.